Ну все, фирменный стиль. Сейчас надымим в кадр. И 3, 2, 1, погнали! Друзья, всем привет! Вот и прошла эта долгая, тоскливая неделя без свежего выпуска новостей канала Гараж Новости. С вами, как всегда, я Стефан, и сегодня я подготовил для вас очередную порцию достаточно интересных новостей. И, наверное, по традиции начнем с новости, которая вне плана, а там уже плавненько перейдем ко всему остальному. В общем, на этой неделе у меня был день рождения. Я тебя уважаю! С днем рождения! Да, можете поздравить вашего покорного слугу, ему исполнилось 27 лет. Так что я теперь в клубе старых, это, конечно, грустно, но и прекрасно с той же стороны. Ну в общем, друзья, ладно, давайте все, будем серьезно. Как всегда, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал, Передерните эти колокольчики, подпишитесь на все возможные уведомления во всех наших социальных сетях. Помните, что мы стараемся для вас. Кстати, вот спонсор сегодняшней программы. Кто в теме, тот поймет. Вот, а мы переходим плавно к выпуску новостей. И начнем мы с одной новости, которая напрямую связана, ну, с днем рождения. Назовем это так. Компания LEGO выпустила первую 3D-печатную игрушку. Казалось бы, да, странно, компания LEGO, которая занимается, как бы, литьем пластиковых игрушек, Тут вдруг что-то выпустила, связанное с 3D. Но, как оказалось, компания LEGO очень давно преследует вот эту всю аддитивную историю. И они давно хотели как-то вот в своих наборах реализовать что-то вот связанное там с 3D-печатью, Но у них как-то вот не доходили руки. И тут идея подкралась-то издалека. В общем, я не знаю, знаете вы вообще историю бренда LEGO или нет, Но изначально игрушки LEGO были из дерева. Вот, там местный папа Карло их все там стругал, настругивал. Вот, и это были вот такие вот первые сборные действительно деревянные игрушки. Одной из самых первых моделей была деревянная утка. Вот, она такая, достаточно как бы легендарная. Ее можно там найти на каких-то аукционах за бешеные деньги. Но вот компания LEGO выбрала вот именно вот эту вот фигурку, Как вот своим первым таким объектом, выполненным с помощью 3D-печати. Уточка просто микрушечная, там вот будет фотография, вы посмотрите. Она просто миниатюрная, она вот размером где-то с половиной человечка. Вот, но самое что интересно, она сохранила полностью весь свой функционал. То есть она катается, у нее, когда она катается, клюв так приклевывает, назовем это так. В целом, как бы уточка вышла такой очень прикольной. Ее раздавали бесплатно там в рамках какого-то мероприятия, которое у них там проходило. То есть это такой чисто лимитированный такой дроп. Кстати, если вы вдруг не знали, в том году они выпустили действительно из настоящего дерева уже современную интерацию вот той самой утки. Она стоила 200 долларов. К сожалению, или к счастью, такую уточку не так просто заполучить. Но если у вас есть фотополимерный принтер от 3DIY, то вы вполне можете сами реализовать такую утку у себя дома. Двигаемся дальше. 3D-печатные позвоночные импланты стартапа Позвонок прошли доклинические испытания. Компания Позвонок. Чем занимается? Адитивным производством элементов позвоночника. Как вы понимаете, вообще вся вот эта медицинская тема, она требует очень долгого времени для реализации, для проверки. В общем, там есть очень много вот этих тонких нюансов. И компания Позвонок выпустила действительно полностью функционирующий спинной отдел, то есть отдельные позвонки. И одним из этапов доклинических испытаний является, собственно, внедрение позвонков в живой организм, для того, чтобы понять, будет ли какая-то нежелательная реакция тела на инородный объект. Объектом исследования стали... Алло! ...хрюшки. Да, как бы это странно не звучало. В общем, нашли каких-то больных, страдающих радикулитом хрюшек и вживили им эти импланты. Вот, как бы, ну, не знаю, жестоко это или нет, но суть заключается в следующем, что импланты прижились. Более того, на них начала обрастать естественная, как бы это странно не звучало, свиная костная ткань. То есть нет никакого невоспалительного процесса, ни отторжения ткани, ничего. То есть идеальное соитие искусственного и настоящего. Соответственно, хрюшки живы, хрюшки целы, хрюшки ходят и хрюшки хрюкают. Так что можно считать этот эксперимент супер-пупер удачным. И тем более в дополнение это очень прикольно, потому что компания как бы русская. Вот, и, соответственно, это вот то, о чем я всегда говорил. Что аддитивные технологии должны действительно служить нам, людям, животным, вообще любым живым организмам в какой-то там вот благой цели. Компания Позвонок это тому доказала. Очень классная новость, безумно рад такое слышать. В Шотландии строят мост с применением технологии 3D-печати. Слушайте, ну, конечно, строители разошлись что-то в этом году. То это Чехия со своими скамейками, то там еще что-то. Вот сейчас в Шотландии. То есть любители юбочек. Оу май! Это я, конечно же, про мужчин. Теперь смогут ходить по интересному 3D-печатному мосту. На шоссе М8 в городе Глазго. Это практически столица. Или это может даже столица. Простите, по географии 3 было. Будет завершено уже в ближайшее время строительство. Оно сейчас активно идет. Мост должен соединить центральный район Глазго с районом Сайдхилл. То есть это будет некий вот мост между двумя районами. Это мало того, что это вообще первый мост в Шотландии. Так это еще и самый крупный объект вообще как бы в Великобритании. То есть in United Kingdom, you know. Что интересно, во-первых, этот мост с очень сложной геометрией. Он выполнен полностью из бетона. То есть будут печатать сам мост непосредственно из бетона. Почему вообще выбрали такой способ? Потому что мост будет на 40% легче по сравнению с традиционным способом возведения мостов. А также из-за его вот этой уникальной какой-то там дизайнерской архитектуры, к сожалению, рукотворно такое сделать крайне проблематично. Вот и ребята обратились вот с помощью такой вот технологии профессиональной, интересной. Решили, собственно, воплотить этот мост вживую. Очень бы хотелось, конечно, бы уже в Москве увидеть нечто подобное. Возможно, от компании... Как она называется, господи? Короче, от компании, о которой я говорил в прошлом выпуске. Вы думаете, что я вас не переиграю? Если вы вдруг его не смотрели, то, пожалуйста... А, вот, спецавиа. Спецавиа, вот. Поэтому давайте, спецавиа, как-нибудь там уже замутите этот мост в Москве. Первый 3D-печатный. Уверен, Собянин просто вам поставит лайк. Более крутого бизнеса вообще нет! Слушайте, ну простите. Вот следующая новость, честно, вот такая вот вообще неинтересная. Такая вот скучная, такая тягомотина. И вообще, эту компанию я не очень люблю. Выпуск сопла Апксидиан. Почти как Апксидиан. Будьте здоровы. Ой, в общем, история, честно, вот не вникала вообще вот в процесс. Потому что, как бы, компания... Ооо, посмотрите, какие д***а ёбы пришли. Как они орут. Ух, классно. Да. Вот так мы снимаем. В общем, смотрите, компания E3D. Всеми небезызвестная компания, которую спиздили товары просто все. Ну, в Китае, разумеется. Потому что какой дурак будет платить по 20 долларов за их сопло? Никакой, правильно? Они выпускают сейчас какое-то новое свое сопло. Очень такое хитрое, уникальное. Они, как заверяют, к нему не будет липнуть ничего. То есть, вот они разработали какой-то уникальный свой способ наплавления плазмы внутри медного сопла. И они хотели сделать так, чтобы вот пруток, когда скользит, чтобы он вот вообще, знаете, как гидрофобное покрытие, вот, аналог, только на сопле. То есть, чтобы пластик к нему вообще никак не лип, чтобы внутри сопротивление пластика было минимальное. Вот, они, значит, засунули вот какое-то сопло в плазменную камеру, начали там что-то напылять его, разжигать, и думали, что у них все получится. А-а-а, хрен. Ну, это же компания E3D, как бы у них вечно там что-то не получается. Опять не получается. Ой, б***ь. Ну, еб***ь. Ну, еб***ь, там не нужно. Подумаешь. И к чему они, собственно, пришли? Они сделали партию. Визуально все было классно. То есть, покрытие действительно было сделано. Суешь, как бы, пруточек, все нормально. Но они начали проводить, так сказать, quality control или контроль качества. А он в чем заключается? Берется максимально какой-то там гидро... Господи, абразивный пластик. И проталкивается внутрь, там, не знаю, несколько килограмм, чтобы понять, что сопло, как бы, выдержит нагрузку. И что вы думаете? Ни хрена оно не выдержало. Не выдержало, простите. Видите, насколько эмоционально такая новость меня аж потряхивает слегка. Оно не выдержало, в общем, этих нагрузок. И вот этот слой какой-то там плазмы, который они там внутри напыляли, он, в общем, сточился. Поэтому сейчас ребята еще раз дорабатывают эту технологию и надеются, что они там в ближайший месяц-два все-таки смогут уже сделать релиз первых сопел. Как тут прокомментировать? Какое оно надо, вот честно? Ну, не знаю. Ну, то есть, можно взять обычное сопло за 100 рублей и менять его раз там в несколько месяцев. Зачем переплачивать за такое дорогущее сопло, которое, по мне, абсолютно вообще никому нахрен не сдалось. Ну, окей. Умеющий отжиматься 3D-печатный робот был показан в Японии. Название у него достаточно интересное. Кенгуру. Почти как кенгуру, только кенгуру. Вот, это робот-геманоид, полностью выполнен с помощью 3D-печати. Значит, что у него интересного? Он действительно умеет отжиматься. То есть, его конструкция сделана так, что у него сервоприводы и искусственные мышцы покрывают все его тело. И, соответственно, этот робот создан для нагрузок. То есть, имитации человеческих нагрузок. Они его обучили играть в бадминтон. Он это делает абсолютно самостоятельно. То есть, ему там не нужен какой-то там сзади чувачок вот такой, типа, в кепке, который там управляет ими дистанционно. Блин, слушайте, вспомнил этого. Помните робот Федора, который там у нас был показан в России? Типа, что он там с искусственным интеллектом, а потом там выяснил, что внутри него сидит человек. Ну, в общем, да, забавно. Кенгора зашел несколько дальше. У него там действительно какой-то там процессор Pentium стоит внутри. И вот, и он абсолютно автономен. Он умеет отжиматься, он умеет прыгать, он умеет бегать, он умеет играть в бадминтон. И все он это делает самостоятельно. Значит, как я уже сказал ранее, робот полностью выполнен с помощью 3D-печати. И что самое интересное, этот робот умеет что? Потеть. Чего, блядь? Они это сделали, чтобы сымитировать человеческое, как бы, теплоотделение. Вот, и воплотили такую идею на роботе. Почему, конечно, нельзя было сделать это просто с помощью каких-то элементарных охлаждающих вентиляторов? Ну, непонятно. Ну, хотели ребята заморочиться, сделали там распыл воды. И, собственно, у них это получилось. Прикольный робот. Можете посмотреть, как он выглядит. Не знаю, конечно, зачем нам отжимающиеся роботы. Мне кажется, есть роботы и пополезнее, чем чувак, который будет у тебя отжиматься там где-нибудь на заднем дворе. Но, как бы то ни было, движение вперед очень прикольно. Следующая новость, как говорится, где Япония, там и Китай. Компания Anycubic выпустила Photon Mono X2. И, честно, эта новость одно сплошное разочарование. Но, вообще, как вы сами знаете, компания Anycubic, это такая компания, которая вместо того, чтобы доработать один принтер, просто выпускает новый принтер каждый год. И все, как бы. Техподдержка, мы от нее избавляемся. Сделаем новую партию. Годик там мы их всех пообслуживаем. И потом на боковую. Mono X плавно уходит на покой. Значит, его сейчас место занимает, как вы помните, возможно, если вы вдруг не знали, M3. И, соответственно, X2. Вот, но M3, если еще так подзадуматься, это, как бы, действительно хороший продукт. Он, там, в чем-то инновационный. Там, действительно, интересные решения были применены. То X2, по мне, это просто какой-то максимальный откат. Почему откат? С одной стороны, как бы, здорово, что экран вырос с 8,9 до 9,1 дюйма. Но это просто несущественно. Это всего лишь 4%. А вот что действительно обидненько, это то, что они взяли высоту по оси Z и уменьшили ее с 250 до 200. Непонятно зачем. То есть, они сделали по XY его чуть-чуть побольше, а по Z просто сжали нагло на 5 сантиметров. И, вообще, как бы, принтер Photon Mono X, назовем это так, это, собственно, принтер, который... Почему его очень многие брали? Потому что, действительно, ось Z, ну, приемлемых размеров. То есть, это его было одной из фишек. Но 20 сантиметров против 25, ну, как-то это странно. У меня, типа, все детали, там, гораздо больше 20 сантиметров. И урезать вот так, типа, люто, ну, сомнительное решение. А, еще забыл вам рассказать, что они, значит, чуть-чуть увеличили его разрешение. Значит, раньше у нас было 3840 на 2400, стало 4096 на 2560. Ну, зачем, непонятно. А, и последний плюс, ладно, давайте попробуем их оправдать. Он весит всего 7 килограмм. Вот если для вас это, как бы, вот, какой-то весомый аргумент, то есть вес 7 килограмм и чуть-чуть больше область печати, но не по Z, то, как бы, пожалуйста, принтер отпускается по цене 429 долларов. Так что вы можете задуматься и приобрести себе, если захотите. Но, кстати, автоподливы там нет. Поэтому, мое мнение, что принтер фигня полная, он того не стоит. Слушайте, мне кажется, надо выпуск новостей переименовать с гараж новости на новости вокруг света. Знаете почему? Потому что, реально, мы охватываем каждый раз кучу стран. Вот сейчас, значит, будем с вами говорить опять про Чехию. Компания Prusa выпустит VR-очки в 2023 году. Господи, Йозеф, успокойся. Мне кажется, Йозеф решил просто покорить все области, которые только можно. Мне кажется, он реально там скоро уже либо в какую-то впорнуху уйдет, либо просто в какие-то, там, не знаю, автомобильные производства. Вот, значит, сейчас человек добрался до сферы VR. Чем Йозеф это обосновал? Он хочет сделать с помощью 3D-печати бюджетные комплекты для создания VR-очков, грубо говоря, у себя дома. Вот, и он объединился с компанией Virginers. Короче, если вы знаете английский, есть такое слово как бы Virgin, это девственник. Вот, соответственно, Virginers это как бы девственные инженеры. Ну, такая прикольная многоходовочка. Смекаешь? Вот, и еще они объединились с компанией Somnium Space. Для чего вам эта информация? Да, просто так, для общего развития. Как бы суть такая, значит, ребята втроем таки сели, решили подумать, что можно сделать. И решили сделать VR-очки. Почему? Потому что в целом этот, как бы, рынок очень ограничен. Вот, и Йозеф, как человека народного, это очень бесит. И, соответственно, Йозеф предложил ребятам все вместе разработать open-source, так называемое, для открытого доступа комплекты VR-очков. Соответственно, можно будет у Йозефа заказывать киты, ну, это так называемый набор для сборки вот этих очков, то есть уже отпечатанные на его принтерах. Либо вы можете скачать файлы, где вы распечатаете их уже непосредственно дома. Также планируют выпустить код, который будет позволять создавать вот внутренние интерфейсы, все вот эти алгоритмы самостоятельно каждому пользователю. И также предоставят уже готовые их коды, чтобы вы там могли, не знаю, там, надеть эти VR-очки и поделать какие-то шалости ночью с одной какой-нибудь блондиночкой. Но, как бы то ни было, Йозеф молодец. Вот реально молодец, потому что человеку, по всей видимости, действительно не все равно. И он хочет вот какие-то обыденные там вещи для профессиональных каких-то там потребителей сделать доступными абсолютно для всех. И это очень здорово. Йозеф, ты, конечно, как всегда, вот один из немногих людей, которым я испытываю просто дикое уважение. Большое спасибо. Знаю, что Йозеф никогда не посмотрит это интервью, но тем не менее, если вдруг, Йозеф, ты смотришь, ты просто красавчик. Перейдем к искусству, так сказать. Помните ведь про современное искусство в том выпуске я рассказывал? Вот, значит, нечто более искусное. Подустал, блин. Сейчас, надо немножко расслабиться. Блин, слушай, ну пивасик, это, конечно, была бы тема. Ну, тогда, боюсь, выпуск новостей был бы не 15 минут, а все 45. Я бы там за жизнь говорил. Компания MX3D выполнила 3D-печатную скульптуру китов из нержавеющей стали. История такая. Компания MX3D, которая берет свое начало в Нидерландах, у них есть, конечно же, как и у любой компании руководителя. Да ладно, да ладно. Руководитель компании MX3D отправился на круиз. И во время плавания в океане он живьем увидел плавающих китов. Они ему настолько понравились, прям вот так запали в душ, что он очень захотел реализовать нечто подобное у себя, ну, как бы в студии. И он предложил королевским садам в итальянском городе Турине, то есть прям в саду, сделать вот такие вот скульптуры, на что они дали ему зеленый свет. И, соответственно, он это сделал. И что тут самое интересное, во-первых, это технология, с которой это было сделано, это послойное наплавление металла, ну, пруток, когда вот так вот наплавливается. Вес составил 800 килограмм. То есть нехилый такой кит. Он, как бы, в размере вообще-то больше 5 метров. И что самое интересное, значит, когда происходит такая печать, она достаточно, ну, некачественная, назовем так. То есть там слои видно прям очень-очень жестко. Но в данном случае, потому что киты, как вы сами знаете, они такие как гребенчатые, они такие все, ну, шероховатые. Вот этот рисунок, этот паттерн, так называемый, он был очень в тему. И они его вообще никак не трогали, не сохранили. Это стало типа фишкой этой скульптуры. Они, значит, печатали их из, ну, по кусочкам. И, соответственно, в ручной сварке их варили уже непосредственно на месте. И я вот посмотрел фотографии, как это выглядит. И прям реально очень классная такая скульптура. И здорово, что она из нержавеющей стали, потому что она как бы сгниет очень-очень нескоро, переживет нас всех с вами вместе взятых. И это, мне кажется, действительно прекрасное украшение такого, ну, красивого места, королевские сады, да там еще и киты, блин, ну, прям вообще круто. Самое что-то классное, это то, что они вот как из воды вот выпрыгивают, только там они выпрыгивают, так и из земли. Мне кажется, это очень креативно и очень прикольно. Ну что ж, друзья, вот как-то так на этот раз. То есть сегодня были такие разные новости. Я, как всегда, взял и немножечко науки, и немножечко искусства, немножко побаловались игрушечками лего. Пишите, пожалуйста, нам в комментариях, что вы думаете насчет данного выпуска новостей. А в самом-самом конце я хочу вас порадовать одной хорошей новостью. Значит, все. Сто процентная инфа. Вот прям зуб даю такой, выпал. В течение двух недель, ну, две-две с половиной, будем снимать, по крайней мере, уже на этой видос, полноценный про аэрографию. Все, вы просили очень долго, ваш покорный слуга это выполнит. У меня к вам одна большая просьба. Значит, смотрите. Мне, безусловно, вам рассказать есть что. Прям очень много разной инфы, которой я могу поделиться. Но давайте так, чтобы видос как бы был максимально продуктивным, и для меня, и для вас. Я очень вас сильно попрошу написать ваши вопросы, ваши какие-то, может быть, ваши видения, ваши пожелания вот к видео, связанным с аэрографом. То есть вы можете вот прям реально вот в комментах вот под этим видосом, пожалуйста, напишите все вот интересующие вас вопросы. Я это как-нибудь все соберу в такую пачку сжатую, все это проанализирую, составлю вот какой-то там тезисный план, и буду вот во время рассказа общего, буду отвечать плавно на, возможно, даже все ваши вот эти вопросы. Вот, поэтому, пожалуйста, не поленитесь, напишите. Контент будет интересный. Я сегодня кое-что попробую, такое эдакое авторское. Первый раз это буду делать. Вот, если это получится, то я об этом обязательно расскажу в рубрике «Суперполезный лайфхак от Стефана». Вот, и вы будете первыми, кто потом, возможно, купит аэрограф, и это опробует самостоятельно. И еще раз напоминаю, если вам понравился этот видос, пожалуйста, сделайте мне любезнейшее одолжение, поставьте лайк, брякните по этим несчастным колокольчикам, и жду ваши самые дотошные, противные, коварные вопросы, на которых я буду отвечать в следующем видео. Все, большое всем спасибо за внимание. Пока-пока. Продолжение следует...